Следующая, манипулирующая нашу деятельность, процедуры. Берем клинические рекомендации. Так врачи-травматологи изучают новые современные методики, применяемые для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. На протяжении двух дней в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи проходил шестой всероссийский научно-практический семинар, на котором обсуждали актуальные вопросы переломов и их последствий. Они читают лекции, как правило, это сопровождает у нас проведением мастер-класса, где на моделях костей или сегментов конечностей, там таза, грудной клетки, мы показываем, как выполняется операция, какие импланты для этого используются, как правильно их установить, при каких переломах, какой имплант нужно выбрать и с помощью его осуществить лечение. На конференции обучают молодых специалистов, привлекая врачей со всей страны. Темы встреч определяют сами участники. Темой семинара были пожелания в прошлом году. Это лечение переломов таза и верхлужной впадины, это лечение боевой травмы. Спикерами выступили эксперты из Москвы, Ленинска, Кузнецкого, Новосибирска и Барнаула. Каждый по традиции привез свои уникальные разработки. Например, ведущий ортопед-травматолог Института Склифосовского поделился методикой остеосинтеза таза. Она уникальна тем, что при очень тяжелых переломах таза мы, используя эти технологии, наносим минимальный дополнительный вред пациенту. Это очень маленькие разрезы, это очень маленькая кровопотеря. И эти операции достаточно хорошо переносятся пациентами, поэтому их действительно надо распространять и внедрять по всей стране. Кстати, спикеры из других регионов оценили профессионализм местных врачей. На семинаре впервые продемонстрировали собственную разработку врачей Краевой клинической больницы имплант для лечения пациентов с переломами вертлужной впадины. Такие травмы чаще всего встречаются при ДТП. Их по статистике 40-60 в год. И с каждым годом число растет. Наш накопленный опыт позволил систематизировать подходы к лечению этой патологии и вылился в создание совершенно новой конструкции, которая, в общем-то, объединяет в себе несколько имплантов, что значительно сокращает продолжительность выполнения оперативного вмешательства и, соответственно, снижает риск осложнений, в том числе инфекционных. Пластину изобрели в прошлом году. И аналогов таковой в современной медицине нет. В ближайшее время уникальную разработку запатентуют и будут использовать данную методику для лечения пациентов Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.